Приветствую, Саид. Здравствуйте. Ну чё, как ты поживаешь? Ну вот. На ход-то поставили? Поставили. Тарахтит вроде бы. Но я-то не водитель. Вот придёт мой товарищ, он и водитель, и права у него есть, он автомеханик. И вот мы поедем. Я думаю, если он будет не против, ну он будет не против, он безработный, поэтому поедем на ней куда-нибудь недалеко, в Подмосковье, и будем там работать. И можно тепловодоснабжение делать в любом коттедже. Или там, допустим, просто пойти к Луны взять и дрова колоть. А ты говорил, что ты по профессии газосварщик, да? Да, я сварку знаю, и поэтому я надеюсь. А он, прям ничего. Тепловодоснабжение – это нормально. Ну, в общем, у тебя в планах вот на этом агрегате работать, да? Да, и дело в том, что у него проходимость хорошая, поэтому мы можем от Москвы уехать на сотню километров, на сотню, на полторы. И будет нормально. Там много дачных поселков, где надо их благоустраивать, надо там помогать людям заборы там варить, ворота варить. Много чего, работы всякой хватает. И тем более я сварщик, и он сам вводит машину, у него права есть. И он тоже газоэлектросварщик, и он еще и отделочник, поэтому работы хватит. Отлично. Вполне достаточно. Ты, короче, с нетерпением ждал, когда сделают фургон, да? Ну, почти что уже, можно сказать, что уже согласился, что ее не будет. А, ты думал, то есть, короче, что я все увез и все, да, с конца? Ну, может, там серьезные неполадки были. Ну, нифига себе серьезные. Там не то, что неполадки, там вообще не было ни двигателя, ни коробки, вообще ничего не было. А ребята поставили там проводку, все провели. То есть машину на ходу, да, все можно ездить. Поэтому на ней можно уже выезжать и работать. А можете, Саид, на права выучиться? Ты сам как вообще? Или у тебя есть человек, тебе проще человек? Да, есть. Проще будет с ним, потому что он моложе меня, лет на 20, там, около 20. Ну, здоровый, крепкий человек. Ну, нормально будет, потому что я один не справлюсь, а вдвоем водителю это все равно время она умирает. Хоть в машине едешь за рулем, хоть в машине едешь рядом с водителем, все равно время уходит. А когда он водитель, потом приехали, баллоны выкинули и что-нибудь режем, что-нибудь там варим. Короче, так сказать, напарник у тебя будет. Да, хороший напарник будет. Такой напарник он не каждому достается, нормальный. Ну, это замечательно. Мне повезло по сей день, очень много раз. Поэтому и это тоже, может быть, вполне такой, оправдает мои намерения, мои вопросы. Ну, я думаю, фургончик-то еще там проедет, я не знаю, сколько. Да хоть 50 тысяч проедет, и то он уже сам себя оправдает и нам много пользы сделает. Даже если он 50 тысяч проедет. Это вполне достаточно, чтобы нам вокруг Московской области объехать. Потихоньку, не спеша, объехать и все, и работать там по пути. Работодатель, то есть уже, ну, есть что-нибудь получается? Да, есть, там много. Да и просто даже вот взять, допустим, колуны, пилу дружбу и дрова рубить. Это полторы-две тысячи каждый день я буду получать. А он, мой напарник, такой здоровый, крепкий мужик, он и тоже будет. Ну, нормально будет. Работы всякой хватает. Поэтому было бы желание, чтобы заработать. Как тут у тебя вообще? Да вот нормально, ну, как обычно, бытовая кухня. Да. Кастрюли вон с чаем. Хороший чай, индийский. Мне поддали. Ты чайок-то, тут есть же чайник. Да, горячий, да, горячий. Чайник есть, Саид, ну ладно. Мне газовый лучше, почему? Потому что, зачем лишний раз аккумулятор напрягать, зачем лишний раз это? Газ он, он безвредный. Газ есть газ, да? Да, он безвредный, недорогой. 50-60 рублей баллон стоит, его хватит на 10-15. Да, короче, вон у Саида там баллоны стоят, и он вот в эту вот... Газовую горелку, оп, и все, у него там горит все. Готовишь что-то маленько вообще? Да, беру там что-то необходимое. Люблю кабачки. Ты поступал в ВУЗ, учился 5 лет, совершенно не знаешь, что из этого получится? Родители сделали выбор за тебя, а что ты? Ты уверен в своем будущем? Шагай в ногу со временем, выбери профессию будущего. Онлайн-университет Skillbox. Их миссия – изменить мир образования в России и СНГ. Используй фокус на новые востребованные профессии через технологии и инновационные методологии онлайн-обучения. Весь октябрь в онлайн-университете Skillbox стартует онлайн-марафон по трём профессиям будущего. Веб-дизайн, интернет-маркетинг, программирование. Четыре недели с ведущими практиками. Марафон бесплатный, но доступен по регистрации. Стань востребованным специалистом уже сегодня. Ребята в Skillbox мы знаем лично. Участие совершенно бесплатное. Регистрируйся по ссылке в описании. Skillbox – твое будущее начинается здесь. Ну, ночью, наверное, тут всё-таки прохладно. Ничего, ничего страшного. Я живу, как этот Иванов жил. Он по пояс головы ходил зимой. Как это говорится? Голова в холоде, желудок в голоде, ноги в теплее. И всё, и человек будет не меньше столетий жить. Ну, тоже верно, да. Голова в холоде, желудок в голоде, ноги в теплее. Ну, мне маленький могу. Ну, короче, Саид, ты рад, да, что такое? Да, очень. Ну, просто, ну, как, то, сколько дней купе на вагоне ночевать там. Всё-таки. Да, Саид, короче, ночевал в этих вагонах. Там что-то 150 рублей, что-то. 150 рублей ночлег. Вот. И там купе на вагоне. Мы знакомые соберёмся, двое-трое. Купе занимаем. И там ночуем. И всё нормально. Ну, а здесь будет, лучше будет. Потому что электричество своё, газ свой, всё своё. А щель заткнуть это легко. Это не трудно. Ну, понятно. Ну, всё-таки на зиму, я думаю, что-то другое надо думать. Ну, если это будет, конечно. Да. Это будет, конечно, здорово. А так, пока я доволен тем, что есть. У меня лучше, пока не хочется, чтобы что-то лучше появлялось. И, кстати, Саид, что насчёт паспорта ты там думаешь? Мне кажется, надо это восстанавливать. Да, немножко денег под насоберу, поеду домой. Я получу паспорт, потому что паспорт получить я в Москве смогу. А прописку в него никто не поставит. Поэтому мне придётся ехать туда, где я получал паспорт раньше. И там мне всё это по закону оформят. И, во-первых, оформить намного быстрее. Почему? Потому что здесь в Москве два месяца надо ждать. А там 10 дней. Ну, да. И надо... По месту прописки, да, 10 дней. И всё. И я буду паспорт оформлю, пенсию оформлю быстренько. И всё. Я обратно приеду и буду продолжать жить. Если я там останусь на печке и буду коротать свою старость на печке, сдохну. Совсем быстро сдохну. А здесь активно жить, шевелиться, жить, работать. Ещё иногда нет-нет, да и на задницу посмотришь. Это тоже омолаживает мозг человеческий. Мужицкий мозг. И вот поэтому я вернусь туда и буду. Это, знаешь, вот на самом деле это вот хорошо, что ты, ну, не унываешь. А вот... Не падать духом. Да, не падаешь духом, а идёшь к своей долгосрочной цели. То есть всё потихоньку, постепенно. И как бы... То есть медленно, но каждый раз проверит. Да, мало-помалу и жизнь меняется на самом деле. Да. В лучшую сторону. Вот ты раньше там пил, курил, а вот это всё бросил и как бы и люди к тебе другим подтянулись. Глаза открылись по-другому. Мир земной стал другого цвета. Это был пьяный цвет, а теперь вот здоровый, нормальный. Больше года уже не курим, уже это... И не пьёшь, да, там сколько-то, год-два. Год-три, нормально, короче. Короче, у Саидова, ребята, вот такие планы. Работать, стремиться... К лучшему. К лучшему, да. То есть идти долгосрочно к своей цели. Я не из тех, кто всю жизнь друг друга догоняет, догнав, пытается обогнать. Всю жизнь кому-то тупо подорожает. И всю жизнь живёт по чьим-то правилам. Я не такой. Я свою колею знаю, я не забываю о том, что есть возможности и есть желания. И их надо всегда совмещать. Желания совпадали с возможностями. А то у большинства людей на планете желаний много. А спросишь, а какие у тебя возможности? А чё, для чего государство? Пусть оно помогает. Да я на это не надеюсь. Я сам знаю, сколько у меня желаний. И по этим желаниям смотрю на свои возможности. И иду к своей цели, иду потихоньку, иду. Пусть медленно, но уверенно. Ну да, и я в этом деле тебе помогу. Я здорово буду. Саид, я, в общем, сегодня приехал ещё не просто так. Дело в том, что у меня для тебя есть подарок. Подарок? Какой подарок? Я ещё и к тем не привык. Субтитры сделал DimaTorzok